Добрый вечер! В эфире телеканала CBC, программа «Экономика дня». В студии Хайл Мамедова и в ближайшие полчаса мы будем говорить о следующей теме. С Нового года в Азербайджане вступили в силу новые правила обмена валюты. Согласно новому положению, которое утвердила Палата надзора над финансовыми рынками, с 1 января в пунктах обмена валюты запрещено предоставление других услуг помимо обмена валюты. Для оказания услуг по обмену валюты необходима специальная лицензия. Пункты обмена валюты могут функционировать как в отдельном киоске или здании, так и при вокзалах, гостиницах, портах и аэропортах. При этом на видном месте помимо самого курса валют должны быть размещены лицензии на осуществление операций по обмену валюты, номер горячей линии, Палата надзора над финансовыми рынками для жалоб и обращений, а также режим работы пункта обмена валюты. Обмен валюты в таких пунктах осуществляется только в наличной форме. Продажа клиенту валюты на сумму, эквивалентную более 500 долларов, или покупка у него валюты на сумму, эквивалентную более 10 тысячам долларов, возможно только при предоставлении удостоверения личности. Более подробно об изменениях поговорим с руководителем департамента денежного обращения Юнибанк Яшаром Замановым и руководителем отдела некредитных продаж и банковских услуг Аксессбанк Рахманом Алиевым. Здравствуйте, спасибо, что пришли к нам в студию. И первый вопрос, в связи с чем были приняты новые правила? Давайте, господин Заманов, начнем с вас. Здравствуйте, значит, в связи с тем, что, я так думаю, что есть потребность обменных пунктов уже не при банках, а в отдельных точках, как вы отметили, в киосках, или при вокзалах, или при отелях, или вообще в аэропортах, или по городу. Но, как мы знаем, раньше были такие обменные пункты, но потом закрылись. Кроме того, есть потребность даже конкуренции, как мы можем говорить, что между собой конкуренция. Оптимальная цена. И это выгодно бывает банком или же обменным пунктом. Господин Алиев, есть что добавить? По поводу того, как повлияет граждан, я думаю, что поддержу уважаемого оппонента, что для населения это, в принципе, дополнительная возможность получать услуги, если эти точки будут работать круглосуточно. Получать услуги, это, наверное, и повысит, в принципе, удостоверенность от этого услуги. Спасибо большое, господин Алиев. Я вот все-таки правильно поняла, что новые правила, они на граждан страны особо не повлияют. Они больше именно для тех, кто будет держать эти пункты обмена валюты. Значит, я думаю, что это будет выгодно и населению, как сказал наш коллега, и населению, так как они в любое время сутки могут пользоваться обменными пунктами, услугами обменных пунктов. И заодно, как вы отметили, это и выгодно будет, как сказать, физическим лицам, которые будут работать в обменных пунктах. Да. А вот чем они все-таки будут отличаться от тех обменных пунктов, которые мы знали все с вами два года назад? На данный момент по правилам тоже можно увидеть, что есть определенные стандарты, которые требования, которые эти пункты, прежде чем открыть, должны соблюдать эти нормы. Там, скажем, 24 часа камеральные наблюдения должны быть. Также минимальная квадратура для этого, точки 6 квадратов определено. Определенные безопасности против анализма с теклами должны укрепиться, передняя часть. То есть такие нормы определенные, в принципе, скажем, что эти нормы формируют определенные стандарты для этих услуг. Поэтому, в принципе, эти правила тоже поможут в дальнейшем и увеличить, и стандартизировать качество услуг. Как вы считаете, господин Заманов? Я хочу добавить, что правильно отметил мой коллега. Еще я хотел бы добавить, раньше было в правилах, что в обменных пунктах не должны остаться наличности. Они в конце рабочего дня должны были инкассироваться в определенный банк или филиал банка, который закреплен, это обменный пункт. А сейчас по новым правилам, значит, разрешается оставлять наличные деньги в обменных пунктах, так как уже там обеспечена и охрана, живая охрана может быть, или сигнализация может быть. Там должно быть обеспечена несгораемость, сейф. Вот отличие в новых правилах. Они более безопасны. Более безопасны, да. Более прозрачность операции соблюдается. Так точно, все правильно, да. А что еще? Какие еще возможности открывают эти новые правила? Также статистический учет должны ввести те люди, которые будут заниматься этим деятельностью, и должны эти информации хранить не меньше трех лет в компьютерных оборудованиях, так скажем. Определенная отчетность, то есть правило определяет формат отчетности, определяет форму предоставления этих отчетов. Так скажем, в правилах, в принципе, вся деятельность, которая должна соблюдаться со стороны этих людей, которые будут заниматься с этим деятельностью. То есть сейчас пункты обмена валюты могут действовать не только при банках, да? И пунктами обмена валюты могут владеть и просто физические и юридические лица, которые получат лицензию. Да, в определенных помещениях, не обязательно при банках или филиалах, филиалов в банках, значит, в определенных помещениях, которые отвечают техническим требованиям этих правил. Это может быть и, как мы отметили, при вокзалах. Но я отмечу, что здесь в новых правилах, раньше было в торговых центрах можно было открывать, а в новых правилах почему-то это не указано. Да, может быть, они доработают или добавят вот эти моменты тоже. И еще одно отличие есть, что раньше в правилах было указано, что в обменных пунктах можно было израсходовать деньги из посттерминалов. А данных уже в последних правилах это нет. В данных правилах указывается, что там проводится только обмен на операции. Да, и здесь вот как раз вас хотелось бы спросить, а вот вы сказали, что, наверное, учтут и добавят новые туда вот эти возможности, в том числе то, что в торговых центрах сейчас убрали эти обменные пункты. Вот что бы вы еще хотели, чтобы были включены в эти новые правила? Чего не хватает? Господин Эрлиф, есть? В принципе, то, что уважаемый оппонент озвучил, в принципе, это можно считать деталь, но, в общем-то, описывает весь деятельность, которые, и весь требование, которые должны соблюдаться. Хорошо, а сколько вообще обменных пунктов необходимо? Вот не получится так, что у нас будет слишком их много? В принципе, это спрос и предложение определять эти вещи. Да, я думаю, что в зависимости от потребности количество самого, естественно, будет определяться по городу и по стране. Да, это рынок сам определит, насколько количество увеличить. Или даже если, может быть, в одно время у нас тоже были как бунт обменных пунктов или каких-то, допустим, других обслуживающих сфер. Рынок сам определяет, насколько есть потребность в них. И если там излишнее, они уже автоматически, как сказать, остаются за бортом. Они уже закрываются. Вот здесь уместно будет все-таки спросить у вас еще, а какие условия, услуги предлагают сегодня банки? Азербайджанские, в том числе при обмене валюты? В принципе, сейчас связано с валютными операциями. Банки, в принципе, в Азербайджанском банке всех спектров деятельности по банковскому предлагают, в принципе, начиная от обмена валюты и заканчивая денежными операциями, перечислили за границу с открытием счета. Что касается, в принципе, обмен валюты, сейчас оптимальные покупки, цены, покупочные цены, оптимальные цены продажи, в принципе, на рынке существуют. И оно достаточно стабильно. И для населения, для граждан, я думаю, что достаточно приемлемые и оптимальные цены есть. Я с точки зрения то, что, вот, так скажем... Понятно. А вот с точки зрения банка, Аксесс-банка? Если перечислять те услуги, которые, допустим, конкретно в нашем банке, население граждан нашего республики может получать услуги, как быстрые денежные переводы, открытие счета в нескольких валютах, безналичные комбинационные операции, также наличные комбинационные операции, валютные операции, перечисление за границу, оплата коммунальных услуг. Также это как формат услуг, которые предоставляются. Но также есть продукты депозитные и кредитные продукты, карточные продукты, разные виды виза, мастер. В принципе, мы как банк предоставляем полный спектр услуг и продуктов для населения. Спасибо большое. Юнибанк? Значит, я хотел отметить, что один из самых потребных услуг банков на данный момент является digital banking, это цифровой банкинг, да. И у нас это очень, значит, с прошлого года у нас в этом направлении ведутся работы, и у нас, я вам скажу, что уже достигнуты определенные цели. И в 2018 году мы тоже планируем развивать эту сферу, digital banking. Ну, с учетом высоких технологий, да? Естественно, естественно. И там включается и онлайн-кредитование, даже безналичные обменные операции там. И, как отметил мой коллега, и оплата коммунальных услуг, и все оплаты, все операции производятся в цифровом банке. Хорошо. Можно такой вопрос вам обоим, вот в завершении нашего выпуска, вот в ближайшее время какой новый продукт на банковский рынок Азербайджана, вот со стороны ваших банков? В принципе, экономика развивается, мир развивается, поэтому мы тоже часть этого мира следим за развитием. Особенно, уважаемый оппонент, отметил, что вот электронный банкинг сильно развивается. Наверное, вы уже в последнее время слышите электронные деньги какие-то, криптовалюты. Поэтому тоже, наверное, в ближайшем будущем... Кстати, ваше отношение к электронным кошелькам и к электронным денежкам? Ну, этот продукт, несмотря на то, что, в принципе, в определенной степени где-то 5-7 лет существует, но оно как бы не так сильно вошел в экономический мир, да, скажем. Поэтому конкретно какое-то вот мнение трудно озвучить, что насколько или когда оно у нас тоже. В банках этот продукт будет. Но как банк мы, опять-таки, на данный момент работаем над цифровым, над электронным банкингом тоже, как все банки. И думаем, что этот продукт и каналы связи с потребителями достаточно поможет сэкономить их время и, в принципе, быть удовольствием дистанционно с банковскими продуктами и услугами. Есть вам что добавить, господин Заманов, учитывая, что Юнибанк все-таки в сфере мобильного банкинга достаточно преуспел. И мы вот с вашим коллегой говорили недавно в одном из наших выпусков об этом. Ну, это мы, как я отметил, что у нас на 2018 год мы планируем многое, что делать, именно в диджитал банкинге. Честно говоря, я не хочу сейчас раскрыть вот эти все моменты. Понятно. Да, и я думаю, что это будет как новшество в республике. Я думаю, что все с удовольствием будут пользоваться нашими услугами диджитал банкингом. А вопрос по поводу филиальной сети. Планируется расширение? Опять-таки, в зависимости от потребностей, но, в принципе, последнее время показывает, что мы с технологической точки зрения достаточно можем с помощью интернет-банкинга заменять или удовлетворить спрос у населения. Поэтому это как-то вопрос, что будет больше развиваться в дальнейшем, филиальная сеть или больше. Но думаю, что электронный банкинг больше будет развиваться, чем сеть филиалов. Согласна? Вполне согласен, как отметил мой коллега, что сейчас не актуально вопрос открытия новых филиалов. Так как есть то, что диджитал банкинг, это дистанционно, не проходя в банк или филиал, любое физическое или юридическое лицо может проводить свои операции. Поэтому, если раньше потребовалась сеть филиалов по всей республике для обслуживания клиентов, сейчас на это нет потребности. Понятно. Спасибо вам большое за то, что пришли сегодня и были с нами вечером. Я напомню, сегодня в гостях программы «Экономика дня» были руководители департамента денежного обращения Юнибанк Яшар Заманов и руководитель отдела некредитных продаж и банковских услуг «Аксесс-банк» Рахман Алиев. Еще раз спасибо вам. Спасибо вам. И в конце выпуска отмечу, что на первом в этом году валютном аукционе монат сохранил свои позиции в отношении доллара. Накануне Центральный банк Азербайджана с участием Государственного нефтяного фонда провел валютный аукцион. Один доллар по-прежнему составляет один монат 70 копейки. И на этом мы с вами прощаемся. Увидимся на следующей неделе. Всего доброго.